Значит, как считаешь, каждая ситуация, каждый человек нам даётся для проработки исцеления, чтобы прийти к нулю, к балансу? Или не стоит усматривать в этом божественное проявление, ведущее меня к слиянию с ним? Дорогой Санфайер, здравствуй! Всех благ тебе, всего самого наилучшего желаю. Гармонии, великолепия, триумфа, рассвета и процветания. Гармонии, ответ на твой вопрос с моих уст, такой выдержанный вопрос, таков. И так всё божественно, понимаешь? Всё, что не есть, это всё есть, это сейчас моя точка зрения, понимаешь? То есть я тут не буду говорить, что это истина в последней инстанции, то есть как это я чувствую, ощущаю, понимаю. Всё, что не есть, это и так божественно, априори, вот абсолютно всё. Поэтому встречаться-то не с кем, ты и так являешься им одним, понимаешь? Это как океан. Ты волна спрашиваешь, а как мне встретиться с океаном? Не понимаешь, что ты и так являешься океаном, понимаешь? Вот так точно и вот тот задаёт вопросы. Встретиться с Богом, да ты и так им являешься, так же как волна неотрывно является частью океана. Это называется пантеистический взгляд на мир. Пантеизм, пан, всё, теос, Бог. То есть всё и так есть, им является. Это единый организм бесконечный, вечный. То есть не с кем встречаться, ты и так им являешься. Другое дело, что исполнение разных конфигураций, это называется насыщение, ты некое множество исполняешь, колеблешь, так или иначе проявляешь и реализуешь. Да, вот. И конечный итог понятен какой. Абсолютные состояния, всё и ничто. Бесконечное всё, в абсолюте ничто. Вот тот самый ноль и вот та самая насыщенность, что называется, да? Вот, то есть всеобъемлющее бесконечное, в абсолюте небытие. Бытие в небытие. Но это и так абсолютные понятия. Поэтому проще вот это всё состояние, которое перебываешь и проживаешь, характеризуется двумя состояниями. Всё ничто понятно, а вот в динамике это как? Растворение и сгущение. Понятно. Да, сразу можно вспомнить эмблему бафомет. Солве и коагули. Да, но ведь это истина, что называется. Растворяй и сгущай. Вот в этих двух состояниях динамика, если берём, растворение — это обнуление, уничтожение, сгущение — это собирание, насыщение. И то, и другое — стремление в основе своей к абсолютному целому, что и априори, априори божественно и так. Ибо единый процесс абсолютен, он в себе это всё и заключает. Всё и ничто. Именно им это и является. Одно единое целое. То, что являешься ты в этом всём, это безусловно, бессмысленно, и я бы так сказал абсолютно по своему исполнению, идёт раскрытие всевозможных конфигураций. Когда ищут люди, чтобы с кем-то встретиться, какой-то цель в жизни, какой-то смысл, они просто не способны в своём состоянии чётко ощутить диапазон бесконечности. Они замкнуты в определённой области определений. Тогда кажется, что вроде бы какой-то смысл в этом есть. Ну, например, я тебе хочу сказать. Ты идёшь по дороге. Поворот налево, поворот направо, прямо и назад. Ну, перекрёсток. Ты говоришь, вот я повернул налево в этой жизни. И вот ты знаешь, вот если б я повернул, вот мне, потому что я свернул именно налево, мне там встретился какой-то человек там, или какое-то событие произошло. Вот представляешь, если б я не повернул налево, даже песня есть такая, как же там поётся она. «Представить страшно мне теперь...» Блядь, вот уже слух теряю. «Представить страшно мне теперь, что ты не ту открыл бы дверь, другой бы улицей прошёл, меня не встретил, не нашёл». То есть, ты думаешь, что я вот в этой жизни, одна жизнь рассматриваешь, вот именно потому, что я повернул налево, встретил там чего-то человека, потом какое-то событие произошло, вот это представляешь. А теперь представь, что ты одновременно идёшь и налево, и прямо, и назад, и направо, и всё это происходит одновременно. Но ты зациклен, только фокус твоего ощущения, только на вот этой жизни, так называемом, в этом процессе. И тебе кажется в этом смысл. И ты это улавливаешь, причинно-следственную связь. А теперь представь, если ты представишь себе множество одновременно происходящих вариантов, что ты и направо прошёл, и прямо, и назад. Ну какой в этом смысл, когда ты весь горизонт событий и так проживаешь и воплощаешь? Понимаешь? Никакого смысла нет, а есть данность, насыщенность вот этой бесконечной всевозможности, которые реализуются в насыщенности. Понимаешь, в чём дело? Вот и всё. Поэтому, и когда к этому-то приходишь, в чём же кайф-то? То ты же освобождаешься. Ты не ищешь больше смысла жизни. Смысла вот что-то искать, с кем-то встречаться, с кем встречаться. Я и так им являюсь. Я и так являюсь Богом, потому что я волна неотъемливого океана. Как и всё и вся. Я и являюсь им. С кем мне встречаться? С самим собой, но я себе более понятен. Подойди к шифонеру, это тоже Бог. Вот гантеля, это тоже Бог, понимаешь? Это всё одно единое целое. Но вот это самое и есть же освобождение. Отсвобождение от поисков смысла, освобождение от причинно-следственных связей, освобождение от потребности встретиться с кем-то. С кем встретиться? Будь им. Ты будь и так им. Вот. То есть понимаешь, в чём прелесть и кайф-то этого. И всё. Никаких смыслов, никакого времени, прошедшее, будущее, настоящее, никакого там тогда, не тогда. Одно единое сейчас, одно единое везде, одно единое всегда. Абсолютное единое целое. Вот это самое состояние, я не знаю, каким таким хуем к нему приходишь. Вот правда не знаю. Видимо, как говорится, путей бесконечное множество. Но когда к нему приходишь, ты обретаешь свободу, внутреннюю свободу. И вот это объемлемое состояние какой-то чистого листа, который способен содержать в себе всё. Понимаешь, абсолютно всё. Это фантастическое состояние. Я тут дальше замолкаю, потому что я не могу передать это словом. Никого не пытаешься найти, ни с кем встретиться, никаких смыслов, ничего, а просто ощущение абсолютной бесконечности, абсолютного наличия, абсолютной незыблемости и безусловности. Ну, это просто... Я не знаю, как это даже передать. Но, по-видимому, тоже к этому приходишь, я являю какую-то суперпозицию. Если говорить о энергетическом состоянии, действительно, супербаланс, наверное, близкий к нулевому состоянию. То есть, ты так нас сильно растворён, что ты объемлишь всё. уничтожившись, ты объемлишь всё, обнимаешь необъятное. Приблизительно как-то так на твой вопрос могу ответить. Вот. Поэтому каждая ситуация, как ты пишешь, каждый элемент, это данность, это конфигурация, это бесконечные комбинации без насыщенности. Вот этот чистый лист полностью закрашивается. И вот, закрашиваясь, вот эти всякие комбинации он в себе и содержит. Бесконечное всё, это насыщенность, абсолютно ничто, это пустота, свобода. Вот. Приблизительно как-то так. Фу. Представить страшно мне теперь, что ты не ту открыл бы дверь, другой бы улицей прошел, меня не встретил, не нашел. Та-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра, та-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра, другой бы улицей прошел, меня не встретил, не нашел. Та-ра-ра-ра-ра. Да, ещё по предыдущему вопросу, посмотри, пожалуйста, тебе как подсказка код Шрёдингера. Это известный эксперимент, код жив и мёртв одновременно. Но стоит там открыть крышку, он может быть в двух состояниях, или жив, или мёртв. То есть суперпозиция ещё наблюдателя. А так, в абсолюте своём, он и жив, и мёртв одновременно. Ну, известный эксперимент, код Шрёдингера, так называемый, вбей в гугл, и посмотри, как это, что называется, с точки зрения математики, физики, и науки, выглядит. То есть то, о чём я тебе сказал, бессмысленность вовсе наличии. Это вот эксперимент код Шрёдингера. То есть и он и жив, и мёртв одновременно. То есть если, грубо говоря, происходят ситуации, какие-то и другие ситуации происходят, и бесконечное множество ситуаций, и все они равновелики, равновозможности существования, равна, как же это сейчас слово-то подобрать, короче, равна существующей, равноданной, понимаешь, образуя вот это бесконечное множество насыщения. Вот так вот тебе приблизительно скажу. Так, давай.